Добрый день. Продолжается Великий пост. Что это за время? Это не просто время какой-то скуки, когда нельзя включить телевизор, ведь мы с вами общаемся, можем посмотреть, но мы должны для себя сделать очень важный вывод. Ведь все можно нам. Главное, чтобы это было нам на пользу. Об этом говорил еще святой апостол Павел. Все мне позволено, но не все полезно и не все назидает. Христианину можно все. Все можно есть, все можно смотреть, но только то, что является ему полезным. Вот над чем мы, христиане, должны работать в Великий пост над тем, что полезно и устраняться от того, что нам приносит вред. Вред нам приносит грех, объедение, нам приносит вред винопитие, особенно в дни Святого Великого поста, празднословие, тщеславие, гордость. Вот от этого христиане в посту и упражняются. От всего неполезного уклоняться и творить дела добра. У нас на приходе, а я думаю, во многих храмах нашей епархии, да и за ее пределами, многие люди всевозможные добрые дела не только творят сами, но и объединяются вместе. Вместе они встречаются за богослужением. Вот сегодня, например, день поминовения усопших. Не только совершается литургия, но и вселенские панихиды. То есть тогда, когда собираются все верующие христиане, не только в городе Краснодаре, а в каком-то другом поселении, в станице, в деревнях. По всему миру, во всех храмах мира сегодня молятся о упокоении православно верующих христиан от века почивших. Это и защитников Отечества, защитников веры, погибших без покаяния, погибших от болезней в огнях сожженных, в темницах умученных, в авиакатастрофах погибших православных христиан, своих родных и близких, дальних и знакомых. Сегодня поминает Святая Церковь и просит Бога, чтобы Господь простил им всякое согрешение, вольное и невольное. Потому что нет человека, чтобы он жил и не согрешил. Един Свят, един Господь. И Иисус Христос во славе Бога Отца. Аминь, говорим мы в эти дни. И поэтому каждый человек понимает, что проживя грешную жизнь, он нуждается в молитвах. И вот, дорогие братья и сестры, очень важно нам, особенно сегодня, в поминальный родительский день субботы Великого Поста, накануне праздника святого преподобного Иоанна Лествичника посетить храм. И не просто поставить свечу, но усердно по именам помянуть и вспомнить о упокоении своих родных и близких. Помним, что участь их до второго пришествия Иисуса Христа еще окончательно не определена. Они находятся еще во времени, когда мы можем своими молитвами, и не просто частными молитвами, но молитвами всей Церкви вымолить своих родных и близких. И действительно, таких случаев было много, когда усердные молитвы верующих спасали от участи, даже погибели своих родных и близких. Но перед тем, как коснуться Лествицы Иоанна Лествичника, и вообще немножко об этом поговорить, напомню, что на грядущей неделе, дорогие братья и сестры, в среду Святая Церковь зовет нас на покаянный канон святого преподобного Андрея Критского. Это удивительный канон, который читался в течение четырех дней первой недели поста. Этот канон прочитывается целиком, полностью. В среду вечером служба будет продолжительной, особо умилительной. Во время этого богослужения полностью прочитывается житие святой преподобной Марии Египетской, которая была великой грешницей, распутницей, женщиной легкого поведения. Но через обращение к Богу, через собственное покаяние, она настолько преобразила свой внутренний мир, что осветив его, стала святой, что могла не только ходить по воде, но во время молитвы даже на локоть отрываться от земли. Об этом мы еще поговорим в канон недели о Марии Египетской, которая будет в следующем воскресенье. Но напомню, что Марии Настояние, так называется, это прочтение канона и все вечернее богослужение в канун четверга, в среду вечером, которое собирает большое количество верующих на то, чтобы еще раз услышать эти умилительные слова «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Эти слова, которые нам сегодня так необходимы, «Господи, помилуй, Господи, помоги, Господи, укрепи, помяни нас, Господи, когда Ты приидешь во Царствие Твое», дадут нам силы духовные. И вот именно за тем, чтобы получить, чтобы подчерпнуть эти духовные силы, мы и приходим в храм не просто постоять, попросить о чем-то о своем, а именно укрепиться. И выходя из храма, многие православно верующие христиане не просто рассказывают, а свидетельствуют, что они укрепились на целую неделю. И этих сил нам хватает до следующего воскресенья. Поэтому, братья и сестры, особенно в дни Великого Поста не лишайте себя посещения каждого воскресенья храма Господня. Не будем забывать, что в жизни каждого из нас начинается это восхождение, это лествится. У Александра Сергеевича Пушкина есть удивительный момент, о котором мало кто знает, с чего начался его духовный путь. Однажды сидели Александр Сергеевич Пушкин вместе со своим хорошим другом графом Ланским и посмеивались, пошучивали над вопросом религии. Да, у Пушкина был этот период, и человеческая слава великого поэта, некогда вскружившая ему голову, действительно помрачала его религиозное сознание. И уж только потом, ближе к смерти, он осознавал, хотя никогда не считал себя атеистом, он был человеком крещённым, но, как многие, в юности относился к вопросам веры прохладно. И вот однажды в разговоре со своим другом, посмеиваясь на вопросами религиозных обрядов, вдруг заходит некий человек и начинает с ними разговор. Пушкин подумал, что это знакомый графа Ланского, а граф Ланский подумал, что это знакомый Александра Пушкина. И продолжили с ним разговор, но разговор получился как раз-таки религиозный. На все их вопросы, недоумения и даже ухмылки этот незнакомец отвечал так чётко, так членораздельно, что они удивлялись, как он буквально в несколько минут развеял весь прах их сомнений. Но вот этот человек повернулся, встал и ушёл. Кто же это был, спросил тогда Александр Сергеевич. Граф Ланский говорил, я думал, что это твой знакомый. А Пушкин, наоборот, сказал, а я думал, это твой знакомый, я этого человека никогда не видел. Тогда они вышли в соседнюю комнату, и спросили у находящихся там людей, как и у слуг. А кто заходил к нам сейчас в эту комнату? А никого не было? Как никого не было? Никого не было? К вам никто не заходил, господа. И вот тогда, пересмотревшись, они-то чётко понимали, если бы он был один, наверное, ему могло бы показаться. Но так как они были двое и беседовали с этим незнакомцем, и то, что он вразумил и наставил их на путь истинной веры, над которой смеяться ни в коем случае нельзя, были как раз поворотными в жизни великого русского писателя. Это потом уже Пушкин напишет слова великопостной молитвы. Отцы пустынники и жёны непорочные, чтоб сердцем возлететь в области заочной, чтоб оградить его от дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна меня не вдохновляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста, и падшего крепит неведомою силой. Владыка дыней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения. Да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения и любви, и целомудрия мне в сердце оживи. Что это, дорогие братья и сестры, как не начало осмысления религиозного пути? Ведь каждый когда-то на этот путь выходит, каждый когда-то просвещается этим светом Божественного Евангелия. Как просветился и великий русский поэт, как многие просветились в своем жизненном пути светом православия. Любимой книгой Николая Васильевича Гоголя была книга Лествица святого преподобного Иоанна Лествичника. 30 ступеней прописал он в ней. За малым количеством времени я хотел бы просто, дорогие братья и сестры, посоветовать вам найти. Сегодня вот как раз можно в интернете так просто найти и почитать что-то полезное. Видите, нам все позволено, и пользоваться интернетом можно, только извлекать из него нужно самое лучшее, самое полезное, и пользоваться, и эту пользу приносить другим. Так вот, Николай Васильевич Гоголь, он не только зачитывался в Великий пост книгой Лествицы, но в эти дни особенно посещал богослужения, потому что понимал, что без церкви в небо подняться нельзя. Лестница начинается на земле, а на небе нет ей окончания. Он, умирая, сказал, это последние слова Николая Васильевича Гоголя, Лествицу, принеси мне Лествицу. Он хотел даже, умирая, почитать, потому что знал, что этот переход в небо начинается на земле. Дорогие братья и сестры, я поздравляю вас с наступающим воскресным днем, с упоминальной сегодняшней родительской субботы, приглашаю вас в ближайший храм, помолиться о своих усопших и, конечно, сегодня вечером уже прийти на всеночное обдение и, конечно, на завтрашнюю литургию помолиться Иоанну Лествичнику, чтобы и он помянул нас своими святыми молитвами, чтобы и нам с вами сподобиться от земли, взойти в небесные обители, где уже нет болезней, печали и воздыхания, но жизнь бесконечная. Всего вам доброго и храни всех вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok